Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем ролике я хотела бы показать вам третий томик перевода официальных комиксов по My Little Pony от фабрики комиксов. Напоминаю, что в оригинале комиксы издает и печатает издательство IDW, а российской локализацией у нас занялась фабрика комиксов, и мы очень плотно с ними работаем, чтобы перевод у нас был хороший, с правильными именами, надписями и прочим-прочим. И сегодня я вам расскажу про третий том, он уже вышел несколько недель назад, но, к сожалению, из-за поездки я его только-только забрала с почты, и сегодня хочу вам показать и рассказать, может быть, даже немножко о процессе работы упомяну, потому что этот номер у нас, конечно, выдался интересным в плане того, что мы достаточно долго над ним работали по ряду причин. Ну, начнем с того, что это у нас уже третье издание, да, первый том у нас включает первый и четвертый номера, второй, соответственно, пятый-восьмой, про них я уже снимала, можете ролики посмотреть на канале, и в этот номер у нас вошли девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый номера, которые включают в себя две арки. Если в прошлых номерах у нас была по одной арке, то есть все четыре номера были по одной теме, то тут у нас две законченные истории. Одна про Биг Макинтоши, который пытался купить гвозди, и вторая про то, как Кейденс и Шайнинг Гармор стали парой изначально. Давно-давно это было, и давайте начнем с того, что этот комикс можно найти на сайте фабрики комиксов, в их интернет-буфете, там он 540 рублей стоит, если я не вру. Вот, также он бывает в различных интернет-магазинах, даже в розничных магазинах, но там, скорее всего, будет чутка дороже. Ну, имейте в виду, что сама фабрика комиксов находится в Екатеринбурге, поэтому еще учитывайте почтовые расходы. Ну, давайте поговорим про сам комикс. Кстати, да, мне в этот раз даже положили такую вот анимешную закладочку, потому что сама фабрика еще очень много занимается переводом манги, поэтому, очевидно, у них с какого-то заказа еще осталось. И вот такая вот бонусная штука у нас есть. Как всегда, форзаться такими сердечками. Вот здесь у нас есть список тех, кто работал над книгой. 5 консультантов от бронесообщества, поэтому за перевод можете не волноваться. Имена максимально корректные, насколько это можно. Тиража, конечно, опять нет. В общем, да. И у нас... Давайте начнем по порядку. По порядку мы начнем. Ей, 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 ей. Это у нас очередная работа дуэта Кэти Кук и Энди Прайс. Ну, цвет другой человек делает, поэтому это такие самые трушные комиксы по рисовке и по юмору. Первые две арки, точнее, первые два номера из общей арки, это 9-10 номер у нас про приключения Биг Макентоша. То есть, тут он у нас центральный персонаж, кстати, да, перерисованные все названия. Мы очень долго работали над этим номером, ну, точнее, не мы, а фабрикой комиксов, потому что, ну, хотя мы тоже достаточно много старались, особенно ребята, потому что в этих, в обеих арках, что про Биг Макентоша, что про Кейден с Шайнингом, очень много различных надписей. Просто, я не знаю, это какое-то засилье различных надписей. Вкратце, арка про Биг Макентоша, про то, что ему нужны были гвозди, чтобы починить беседку. Он пошел за ними в город, но там внезапно был фестиваль уборки лета. Ну, собственно, вот картинка. И, в общем, он два номера шлялся по этому фестивалю, пытался найти гвозди. И у него там были очень интересные приключения. И очень много вот таких вот надписей по всему, по всем страничкам. Различные вывески, различные шуточные надписи. Это все, вы понимаете, перерисовывалось и переводилось, и старые надписи закрашивались. Поэтому очень большая работа была со всех сторон проведена. Ну, вот видите, даже вот это вот бабах перерисовать, это уже, мне кажется, куча работы. Ну, вы представляете, что в оригинале здесь была совершенно другая надпись на английском. То есть, это надо аккуратненько все стереть и нарисовать другое. В общем, очень много было именно корректорской работы и в графическом плане. Плюс надписи переводить, может быть, немножко сложнее. Потому что главное, как бы, сохранить шутку. То есть, сами понимаете, все надписи в основном юмористические. И чтобы оно не потерялось, надо было как бы... В общем, да. Ну, тут, конечно, мои заслуги минимальны. В основном ребята отдувались. Но, тем не менее, процесс у нас был достаточно долгий. Долгий с этой точки зрения и Трикс. В общем, очень классный юмористический номер. Два номера арка про Биг Макинтоша и его приключения в поисках гвоздей. В общем, да. В результате он, конечно, нашел гвоздь. Но это было очень смешно. В общем, он... Суть арки самая в том, что... Ну, это был спойлер. Что он сначала не хотел тусить на фестивале. Ему все это не нравилось. Но в итоге он как бы проникся. Да. И тут очень много фоновых персонажей. И фотофиниш, и Сапфир Шорс. И Луна где-то тут была. Ну, и, конечно же, Флитфуд. И все на свете. Короче, Меткоискатели, Спайки, Зебры. Очень много вот таких вот вставочек. Луна тут просто неподражаема, честно. Мне очень нравится эта арка. Она просто полна юмора. И вот реально очень много фоновых персонажей. На фоне там какие-то гейи визуальные и текстовые. Вообще просто вот могу порекомендовать, обращать на них внимание. Потому что каждую страничку можно просто, не знаю, минут по 10 на ней зависать. Пока прочтешь, пока все разглядишь. Очень классно. А вторая арка у нас 11 и 12 номера. Про то, как Киденс и Шанид Гармор стали парой. Речь идет об их школьных днях, когда они еще учились в какой-то контрлодской школе. Контрлод Хай, очевидно. Это, по-моему, был аквест регион, но не важно. В общем, да. Здесь вот начинается с их выпускного альбома. Там же, конечно, с ними училась и Чирили. Вот она была. Как вы помните, этот дизайн каноничный. Ребята, ребята. Тут, кстати, была еще Мундэнсер. Но это еще другая Мундэнсер. Еще до того, как она появилась в сериале. Комиксы эти выходили, уже не совру, но когда-то уже несколько лет назад. Достаточно давно. Буквально начало выпуска серии. Вот. И, в общем, это про то, как молодые Кейденс и Шанинг познакомились в школе. И как они пытались сойтись. Потому что, как вы понимаете, в подростковом возрасте все воспринимается очень чувствительно. Вот. И нам рассказывают про легкую, точнее, нелегкую судьбенышку молодых влюбленных, которые стеснялись рассказать друг другу о своих чувствах. Очень похоже на, возможно, какую-то школьную романтическую комедию. И вот Шанинг Кармор у нас здесь представлен гиком. То есть, таким молодым человеком, который играет в настольные игры, собирает комиксы, играет в другие игры. Короче, вот у него друзья соответствующие, ботаники, что называется. И, естественно, он был как бы не среди, так сказать, самых сильных жеребцов школы, да, ну, по статусу. Ну, вы понимаете, что гики в школах обычно воспринимаются достаточно шутливо. Но, в общем, здесь очень много пародии именно, мне кажется, на американскую молодежную культуру. В плане те же фильмы старые. Тут тоже очень много надписей на фоне. Ребята увлекались частично музыкой, поэтому очень много плакатов, фильмов, музыкальных групп на фоне. Тоже куча различных надписей, которые тоже все перерисовывались. Это, в общем, это очень большая работа, на самом деле. Вот, и очень милая, трогательная, романтичная история про то, как Кейденс пытался завоевать Паладин 12 уровня. Это про то, как Шанинг пытался завоевать сердце Кейденс. Вот, в общем, да, в итоге все у них, конечно же, получилось и завоевалось. Не без приключений, конечно же. Тоже очень юмористический номер с очень классными отсылочками, шуточками и прочее, прочее. Да, отсылочки на музыкальные группы и так далее и тому подобное. Тоже вот перерисовки. Могу только порекомендовать эти арки. И вот, мне кажется, из всех выходивших номеров вот эти вот тоже входят в мои прям must-have арки, которые реально просто советую прочитать. Вот первые три тома. Это вот самые, мне кажется, такой, самая интересная подборка в пони-комиксах. Потом тоже будут интересные арки, несомненно. Но вот это, когда только серия начиналась, было много интересных идей. И очень интересно, свежо все смотрелось. И главное, тут просто тонна юмора. Это было классно. В конце у нас некоторые подборочки и маленький комикс про наших нердов. Да, в общем, там компашка та еще на самом деле. Я думаю, что бронесообщество оценило эти комиксы про молодые воплощения других персонажей. И обложки номеров. Как вы знаете, каждый номер содержит несколько вариантов обложек, когда они выходят в оригинале. Ну и здесь, в общем, подборочка тоже. Очень миленькие рисунки. Это чисто галерея. Так, вот такая вот у нас пауэрпонис какие-то. Это еще тоже до пауэрпонис выходило. И вторым моментом, почему печать этого номера немножко задержалась, потому что логотип. Как вы видите, в этой книжке новый логотип уже. В старых был вот этот розовенький и вот этот уже новый логотип. И издательству пришлось переделывать немного дизайн под новый логотип, потому что, как вы помните, с этого года он начался. И от них потребовали привести, что называется, в надлежащий вид книгу. И потребовалось, опять-таки, некоторое время, чтобы согласовать макеты заново. Но все это, в общем, как вы понимаете, не так быстро делается. Поэтому изначально книгу планировали выпустить еще до Нового года примерно, там, в Новый год, да. Вот, но в результате мы ее только где-то в феврале, наверное, в печать сдали. В общем, очень долго на ней работали. По причине надписи и по причине вот согласовки нового варианта дизайна. Но, мне кажется, номер явно удался. Если вы еще не заказывали, то рекомендую заказать, если вы собираете такие вот различные пони книги. Вот, и, в принципе, в печать уже ушел четвертый номер. Ну, четвертый том. Там тоже две арки по два номера. Вот, ну, там все попроще, прозаичней. И было не так сложно с ними работать, потому что здесь реально очень много работы ушло. Еще раз напоминаю, что книгу можно найти на сайте издательства «Фабрики комиксов» и в различных интернет-магазинах. Смотрите, выбирайте, где вам будет удобней и дешевле все это забрать и заказать. И, надеюсь, вам понравится совместная работа издательства и консультантов от бронесообщества, которые приложили усилия к переводу данной книги. А также я надеюсь, что ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!